Приветствую вас дорогие друзья на канале Альфа Лапс и сегодня мы с вами продолжим разговор о жиросжигателе КИКС. Итак, как его нужно принимать? Проснувшись с утра выпиваем одну капсулу с стаканом чистой воды. Вторую принимаем как первое по ощущениям перестает работать. Стараемся пить вторую не позже 14, так как может повлиять на сон и вызвать небольшую бессонницу. В таком режиме мы пьем этот жиросжигатель примерно месяц и далее делаем паузу на один месяц для восстановления печени надпочников, если вы хотите продолжить. Также самый первый прием рекомендую разрезать капсулу пополам и выпить половинку, чтобы посмотреть как она у вас работает, нет ли аллергии и в целом нормально ли вы его переносите. Если выпили все хорошо, то можно в следующий раз уже пить целую. Что касается суточной дозировки, в идеале вам должно хватать одну капсулу, если с надпочниками печени у вас все в порядке. Если есть проблемы, то ощущать работу стимулятора вы будете слабее и придется увеличивать дозировку до 2-3 капсул в сутки. Давайте теперь поговорим о возможных побочных эффектах этого жиросжигателя. В первую очередь часто возникает небольшой треморук, может стать немножко рассеянным, забывчивым. Мотор слишком очищенно будет биться, может подташнивать, если не кушали весь день, пропоносить, если выпили его после еды и содержимое капсулы, скажем так, не подружилось с желудком. Также может быть головная боль и повышенное давление. Какие есть противопоказания к приему этого жирика? Беременность, планирование беременности, в принципе, кормление грудью, проблемы с сердечно-сосудистой системой, проблемы с почками, печенью, аллергия на компоненты, тот жиросжигатель, возраст до 18 лет. Ну и планирование беременности тоже туда же. Далее давайте по час задаваемым вопросам. Можно ли пить алкоголь и принимать ККС? Тут нужно выбирать что-то одно, или с утра принимаем жиросжигатель, или в этот день употребляем алкоголь. Не накладывайте разные стимуляторы друг на друга, переборщите, им может стать плохо. Сжигает ли кик мышцы? Как и любой другой жиросжигатель, и притреник, да, самую малость. Тут главное не создавать ситуацию перетренированности от каждодневных тренировок под стимуляторами и не держать инсулин на высоком уровне помойными продуктами. Итог перетренированного состояния повышенный катаболизм с кортизолом, суть которого разрушение. И особенно мышцы от него страдают. А в высоком инсулине кроется проблема с инсулинорезистентностью, одной из минусов которой является нарушение заставки белков клеткам. Что из этого может следовать, думаю, вы догадываетесь. Если пить... Так, следующий вопрос. Если пить жиросжигатель, вес потом вернется, как перестанешь его принимать? Если ничего не менять, то в принципе ничего не изменится. И вас за пару-тройку месяцев, когда закончите пить жирик, вес будет потихоньку возвращаться. Нужно думать, почему у вас проблемы с лишним весом есть и пересмотреть свои пищевые привычки для закрепления результатов от жиросжигателя. Далее. Можно ли пить антидепрессанты вместе с киком? В принципе не стоит. С этой проблемой нужно нормализовать в первую очередь питание и устранить первопричину болячки. Здоровок это, в принципе, с интервальным голоданием, морская капуста вам в помощь с орешками. Плюс жиросжигатели могут иногда тревожность усиливать. Вот, в принципе, не лучшая побочка с такой проблемой. Далее. Что делать, если вы не чувствуете работу кикэса? Тут нужно задуматься. Возможно, есть проблемы с надпочечниками или печенью, или почками, или щитовидкой, или желудочно-кишечным трактом в целом. Может что-то одно, а может и все сразу. Если вы здоровы, то чувствовать работу такого мощного стимулятора вы будете 100%. По-другому, честно, быть не может. И если вы скажете, что у вас здоровье космонавта, но стимулятора вы не чувствуете, я вам не поверю, такого не бывает просто. Далее. Если вы ищите какие-нибудь варианты посильнее жиросжигателей, то рекомендую посмотреть на жиросжигатели Diablo Seco или Leapodrenic Stream. Варианты покомфортнее. Bandifat, Chinovay или Leapodrenelit. Ссылки для почитания Кики я оставлю в описании в комментариях, в принципе, ну и об этих тоже жиросжигателях, которые перечислил также. Делитесь мнением у этой добавки, задавайте новые каверные вопросы или глупые. И на этом все. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok